Все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в программе «Новое зрение» на канале БУК ТВ. Добрый вечер, дорогие друзья! Нашу программу мы посвящаем каждому из вас, потому что очень хотим, чтобы самые простые правила и рекомендации сделали вашу жизнь здоровой и по-настоящему яркой и интересной. Сегодня мы продолжаем разговор о нарушениях зрения. Это проблема, но не катастрофа, считает мой гость Илья Петрович Снопок, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза клиники «Новое зрение» в Бресте. Здравствуйте, Илья Петрович! Здравствуйте, Лариса! Илья Петрович Снопок, врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, заведующий отделением лазерной микрохирургии глаза в городе Бресте. Стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение патологий сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках в Швейцарии, Англии, Литвы и Украине. Илья Петрович, я рада вас видеть в нашей студии. Сегодня мы с вами расскажем нашим телезрителям о том, как современные технологии помогают увидеть мир в новых красках. Но прежде хотелось бы узнать о клинике «Новое зрение» и о тех операциях, которые проводят чудо-доктора в вашей клинике. Наша клиника начала активную хирургическую деятельность в городе Бресте с октября 2017 года. Основные направления нашей деятельности – это эксимерлазерная коррекция аномалии рефракции, пациенты еще называют их лазерная коррекция, лазерное лечение периферических дистрофий сетчатки, лазерное лечение глаукомы и бесшовное удаление катаракты методом водного потока. Илья Петрович, что можно лечить лазером? В чем уникальность методики лазерной коррекции зрения? Давайте поподробнее остановимся на направлении лазерного лечения дальнозоркости, близорукости и астигматизма. Современная офтальмология получила мощнейший толчок в своем развитии благодаря развитию именно лазерных технологий. Прежде всего, это эксимерные лазеры. Их воздействие позволяет перепрофилировать роговицу с микронной точностью, чтобы получить из нее именно ту линзу, которая будет нивелировать оптические особенности каждого глаза. Сама операция заключается в изменении преломляющей силы роговицы путем изменения ее профиля в центральной, наиболее оптически значимой части. Основная задача – это получение максимально точно рассчитанного параметра целевой рефракции, того значения преломления света, при котором он попадает прямо в центр сетчатки, в макулярную зону. Когда это происходит, пациент забывает, что такое близорукость, дальнозоркость, либо астигматизм. Если клиника укомплектована оборудованием новейшего поколения, то количество пациентов, которых можно избавить от очков, становится таким, что найти человека, которому процедура противопоказана, крайне сложно. Можно без риска осложнений оперировать и минус 15, и плюс 6, и астигматизм до 6 диоптрий и выше. Метод предполагает снятие большего количества диагностических параметров. Время, проводимое пациентом в клинике, немножко увеличивается, однако результат стоит того. Илья Петрович, у нас есть уникальная возможность побывать на настоящей операции по лазерной коррекции зрения в вашей клинике «Новое зрение». Продолжим наш разговор уже там. Мы находимся в святое-святое клинике «Новое зрение» в операционной. Операционный день очень много пациентов, а потому оператор работает максимально быстро. Оперирует Илья Снопок четко, уверенно, профессионально. В полной тишине слышно лишь кратковременное жужжание лазера. Пациенты идут один за одним. Сама процедура длится не более 6-7 минут. На подходе наш герой Сергей Белоконенко. Что вас привело в клинику «Новое зрение»? Какова ваша проблема? Ведь вы уже сейчас пойдете в операционную? Всю жизнь у меня были проблемы со зрением. Пользовался контактными линзами, очками. В жизни случаются разные обстоятельства, которые нас подталкивают к таким вещам. Недавно относительно решился на операцию. У меня два приятеля хороших. Делали тоже, оперировались. И посоветовали мне. Поэтому я только сюда и пришел. Слышал только хорошее. Сергей, тогда до встречи уже с новым зрением. Спасибо большое. До встречи. Уже после завершения операции нам удалось взять интервью у Ильи Петровича. Как проходит операция? Безболезнен ли она? Как вы видите, лазерная коррекция – это максимально реабилитирующая процедура. То есть пациент, ее выполнив, он это делает один раз и на всю жизнь. И потом уже к этому вопросу вообще не возвращается. Сама процедура длится от 5 до 6 минут на оба глаза. 10-20 секунд работает лазер. Все остальное подготовительное этапо. Дискомфорт минимален благодаря применению самых последних анестетиков. Потом пациент просто встает с удобной кушетки и идет на контроль состояния роговицы после операции. И все? Все. На этом процедура закончена. Сергей Белоконенко, пока мы писали интервью, уже подготовился к первому послеоперационному обследованию. Наш пациент до операции имел близорукость средней степени и с трудом видел первую строчку. Давайте посмотрим, что пациент видит через 15 минут после операции. 2, 4, 7, 8, 5, 9, 5, 3, 0, 9, 4, 0, 6, 2, 3. Острота зрения без очков через 15 минут после операции. 7-8 строк. Результат не финальный. Во вторник ждем вас на контрольный осмотр. Там уже вы начитаете единицу. По сравнению с тем, как я сюда пришел, то результат как бы значимый, впечатляющий. Да. Вот. Вижу 8 строк. Немножко в глазах пекут, и на свет как бы реакция такая слишком чувствительная. Ну, это лишь 15 минут прошло? Да. Ну, это лишь 15 минут. Ну, придем во вторник на контрольный осмотр. Ну, я смотрю, вы улыбаетесь. Довольно. Да. Ожидание было страшнее, чем то, как все прошло. Илья Петрович, отзывы самые лестные. Я уже не первый раз, беседуя с вашими пациентами, слышу положительные только лишь положительные комментарии. Но все-таки хирургии без осложнений не бывает. Несмотря на минимальное влияние лазера на глаз, может ли доктор, беседуя со своим пациентом, дать ему стопроцентную гарантию результата? Благодаря минимальной инвазивности процедуры риск развития каких-либо осложнений сейчас стремится к нулю. Иногда перед самой коррекцией даже и не хочется пациенту об этом напоминать, чтобы лишний раз его не беспокоить. Статистика упрямо нам говорит о том, что риск того, что наш сценарий выздоровления пойдет по какому-то особенному пути, равен примерно полпроцента. Как правило, это возврат к дооперационным параметрам рефракции после самой операции. Такое может быть первый год или первые два года. Тогда говорят не об осложнениях, а просто об операции в два этапа. Илья Петрович, выбирая клинику, пациент в большинстве случаев ориентируется на практический опыт этой клиники и время, которое она существует. Да, это абсолютно верный подход. Отделение лазерной микрохирургии у нас существует с 1999 года. На данный момент установлены самые современные лазеры производства США и Германии, которые регулярно проходят апдейты до самых последних модификаций. Одна из таких – это технология американской фирмы Alcon. Называется она Contura Vision и представляет собой персонализированную топографически ориентированную абляцию. Метод максимально точный. Лазер рассчитывает формируемый профиль роговицы под 22 тысячам точек, учитывая уже не один снимок передней поверхности роговицы кератотопограмму А6. Илья Петрович, вроде бы все понятно и одновременно все непонятно. Кератотопограмма – топографическая абляция. Сложная терминология. А если говорить простым человеческим языком, что же этот метод дает пациенту? Лазерную коррекцию, проведенную по данному методу, можно сравнить с покупкой пальто в обычном универмаге и походом к портному с именем. И там, и там, спешка неуместна, а результат удовлетворения пациента качеством максимальный. Вот теперь для меня лично понятно, я думаю, что понятно стало и для наших телезрителей. А каков результат такого подхода? Эксимерлазерные вмешательства, проводимые в нашей клинике, дают пациенту максимальный уровень комфорта, уровень осложнений, стремящийся к нулю. Результат зрения единицы – это нижняя планка для нас. Как правило, пациент получает немного больше. Зрение, полученное после операции, позволяет пациенту иметь иное качество жизни. Без проблем водить автомобиль, проходить комиссии по трудоустройству, заниматься хобби, заниматься любимыми делами, которые требуют высокой остроты зрения. Илья Петрович, но прежде чем вы предложите пациенту операцию, вы его достаточно скрупулезно обследуете. Диагностика – первый и один из самых главных этапов начала лечения. Мы об этом неоднократно говорили, но хотелось бы узнать, сколько стоит сегодня в клинике «Новое зрение» процедура диагностики. Сейчас действует специальная акционная цена на диагностику до конца марта – это 30 рублей. И все, больше никаких акций бонусов у вас нет? Мы всю программу говорили о нашей процедуре лазерной коррекции, которая намного улучшает качество зрения, качество жизни пациента. Сейчас в нашей клинике действует специальная акционная цена – это 1000 рублей за оба глаза. Илья Петрович, сегодня 6 марта, так совпало, что выход программы попал практически в канон женского праздника. До начала записи вы так осторожно меня спросили, сможете ли вы поздравить прекрасную половину человечества Брещины с наступающим праздником? У вас есть уникальная возможность? В преддверии праздника 8 марта хочется поздравить прекрасную половину Бреста и Брестской области с праздником, пожелать весеннего настроения, круглый год, любви, внимания мужчин круглый год и побольше улыбок. Илья Петрович, от всех жительниц города Бреста, от прекрасной половины Брестской области я выражаю огромные слова благодарности за столь прекрасное поздравление с наступающим днем женщин. А также хочу сказать большое спасибо за столь исчерпывающую информацию. Теперь наш зритель понял, что плохое зрение – это проблема, но не трагедия. Обращайтесь к докторам нового зрения, и они вам помогут. Пришла пора прощаться. Но помните, всегда есть что противопоставить недугу. Вам здоровья. До свидания. До свидания.